14 апреля Казань присоединится к замечательной акции, к восьми городам, где пройдет пятнадцатый по счету тотальный диктант. С это расстание проверить свою грамотность можно будет более чем на 50 различных площадках во всех городах республики. Об особенностях тотального диктанта в этом году говорим с профессором, директором высшей школы института филологии, института русской и зарубежной филологии. И межкультурная коммуникация имени Льва Толстого, Резидой Мухаммедшины. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Резидор Фаэльевна, мы начнем с того, как принять участие в тотальном диктанте. Что нужно сделать, зарегистрироваться? Чтобы стать участником акции «Тотальный диктант-2018», нужно пройти электронную регистрацию на сайте тотальный диктант. TotalDict.ru Нужно пройти регистрацию до 12 апреля включительно. И выбрать себе площадку. Главной площадкой для акции «Тотальные диктанты» этого года становится Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого, Казанского федерального университета. Потому что 2018 год объявлен президентом республики Татарстан годом Толстого. И Казанский федеральный университет также объявил этот год годом Толстого. Поэтому ждем всех на площадке по адресу Татарстана, дом 2, Казанский федеральный университет. Все пишут диктант очно или можно заочно тоже как-то? И есть и заочная форма, но сама акция, она такая общественная, публичная. И естественно читают диктант медийные лица, писатели, журналисты, художники, артисты. И принять участие очное, мне кажется, это событие в жизни каждого человека. Да, и тем более в этом году диктант это, наверное, повод для особой гордости именно для татарстанцев. Потому что текст написала наша землячка Гузель Яхина. Вот что это будет, какое произведение? Отрывок из какого произведения? Конечно, Гузель Яхину знают в Казани, в республике Татарстан, в России, за пределами России. С ее романом Зулиха открывает глаза. Но диктант, текст для диктанта был специально написан Гузель Шамилевной Яхиной. Кстати, она выпускница Казанского федерального университета. Был написан по материалу ее второго романа, который посвящен тоже этнокультурным особенностям российских народов, российским немцам. Пока еще текста никто не видел. Будем открывать конверт. Это самый интересный вопрос был, да. Не узнаем. Вчера, кстати, в программе «Вечерний Ургант» уже писали диктант, между прочим, там Гузель Яхина была в качестве гостей, она из романа «Твои дети», по-моему. Да, да, да. По опыту прошлых лет, кто пишет диктант? Возраст, какой-то социальный слой, может быть? Это вообще, мне кажется, феномен, этот диктант тотальный, потому что самые разные возрасты. Мы проводим тотальный диктант уже не первый год, и мы видим разную возрастную социальную аудиторию. Это и люди преклонного возраста, причем даже есть люди, которые приходят с помощью детей, внуков. То есть, ну, такой уже возраст очень достойный уважения. Это и молодежь, это и студенты, это и школьники. А как бы школьники? Мне кажется, они не особо-то вот так вот к диктантам относятся, в силу того, что еще учатся, и у них это периодически бывает. Ну, вы знаете, молодежь, она ведь такая очень прогрессивная, амбициозная, они хотят проверить свои знания. Азартная. Да. А слабо? А могу я? И поэтому школьники также принимают участие. Тенденция. У нас люди становятся грамотнее или все становится хуже? Ну, вот даже по акции «Тотальный диктант» можно видеть, как интерес к грамотному написанию, к грамотному говорению, к нормам русского языка возрастает. Ну, наверное, молодежь понимает, что без знания русского языка, без пунктуационной орфографической грамотности они не смогут стать конкурентоспособными. Любому роботодателю нужен человек грамотный во всех отношениях. И молодежь это прекрасно понимает. Да, они могут в СМС-сообщениях делать пунктуационные ошибки, но в своей профессиональной деятельности они должны быть грамотными. Ну, и 15-й год уже проходит «Тотальный диктант». Есть еще какие-то наблюдения интересные, вот, с точки зрения уже исследователей, да, ученых? Да, как филолога вот вам. Удивительно, что самыми распространенными ошибками остаются одни и те же орфограммы. Например, одна и удвоенная «н» в суффиксах «причастие» и «прилагательное». Хотя мы, Казанский федеральный университет, Институт филологии проводят подготовительные курсы к «Тотальному диктанту» русский по пятницам. То есть каждую неделю в пятницу по адресу Татарстана-2 собирается аудитория, которые прям вот как спортсмены, да, они целенаправленно готовятся к «Тотальному диктанту». Но, несмотря на это, вот лидирует эта орфограмма. Конечно, очень много ошибок пунктуационных. Это обособление, приложение, определение, вводных частей. Это раздельное и слитное написание, написание с дефисом. Ну, в общем-то, остается русский язык таким вот могучим, великим. Ему можно учиться, русскому языку можно учиться всю свою жизнь. Вроде как много ошибок, да, получается. Но ведь мы помним, что язык – это не математика. Язык – это живая структура, которая постоянно меняется. Как меняется язык вот за последние, ну, наверное, лет 5-10, да, когда активно очень развиваются гаджеты, соцсети и так далее, интернет? Язык, конечно, это живая субстанция. И у него есть какие-то внутренние законы, совершенно, может быть, даже не подвластные человеческому разуму. Сегодня группа ученых, конечно, пессимистов, они говорят, ой, трагедия, язык умирает, очень много заимствований из английского языка, и молодежь почему-то склонна к сокращениям, очень много аббревиатуры. Но, вы знаете, такая проблема была во все времена, и в 18 веке, и в 19 веке. И все равно язык существует, развивается, и все ненужное он выталкивает, а все то, что не противоречит его внутренним законам, он принимает. Ну, звучит очень оптимистично. Да, 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 межкультурная коммуникация делает нас всех богаче. 11 и 12 апреля еще можно зарегистрироваться для того, чтобы поучаствовать в тотальном диктанте. Мы вам это напоминаем. А сам диктан состоится 14 апреля.